В Киеве объявлена воздушная тревога. Власти призвали жителей города укрыться в бомбы убежищах. С утра люди начали массово покидать столицу. В Киеве наблюдаются очереди на АЗС и в супермаркетах, а также пробки на выезд из города. Подробности у Заврежда Манхоза. Это утро для киевлян было тревожным. Вой воздушных сирен слышали во всех частях украинской столицы. После звуков взрывов, о которых сообщали жители города, одни укрылись в тоннелях метро, другие срочно начали покидать Киев. На дорогах образовались пробки, а на заправочных станциях очереди. Люди также выстроились возле аптек, банкоматов и супермаркетов. Я уезжаю к своим родителям. Они живут в центре Украины. Я думаю, что там безопаснее. Нет, я не слышала взрывов утром, но я не спала до 4 утра, потому что все говорили, что в 4 утра начнется война. Но мне показалось, что ничего не случилось, и я пошла спать. Потом мне позвонила мама и сказала, что началась война. Мы собираемся с нашей семьей быть вместе в это не очень безопасное для украинца время. Но я верю, что мы одержим победу. Призвал горожан к единению и спокойствию мэр Киева Виталий Кличко. Он также сообщил, на въезде в столицу будут расставлены защитные сооружения, поэтому у людей могут возникнуть трудности. Сегодня происходит большая трагедия не только для Украины, но и для Европы и мира. Вооруженные силы Украины героически защищают нашу землю. Мы в Киеве обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры столицы. Делаем все для защиты нашего города. Выдержка и решительность соединений и холодный разум. Только так мы выстоим. Неспокойная обстановка и в Харькове. Втором по величине городе Украины. Люди в панике ринулись в магазины, скупая продукты первой необходимости. Некоторые жители попытались уехать, но междугородние магистрали уже были перекрыты. За детьми едем, детей надо вывезти. Это ужасно. Что еще можно подумать? Теперь хочу забрать детей и отвезти их в безопасное место. А так выглядит польско-украинская граница неподалеку от Львова. Людей сегодня здесь больше, чем обычно. Сюда добираются как на машинах, так и пешком. Причем от войны бегут не только граждане Украины. Страшно тебя будет посреди ночи. Все кричат, бомбы, бомбы падают, повсюду пожары. В разных местах, даже там, где не должны бомбить. Например, запад Украины. Остается только молиться, кажется. Что касается нашей семьи, то нам можно считать повезло. Мы перешли границу. Сейчас сложно что-либо говорить. События так быстро разворачиваются. Непонятно, что случится завтра. Конечно, мы все чувствуем себя нехорошо, мы несчастливы, потому что это произошло так неожиданно. Мы все хотим мира и спокойствия. Никто не хочет войны. Люди страдают. Нам, студентам, пришлось покинуть страну. У нас нет другого выхода. Страны Центральной Европы приготовились принимать людей, спасающихся от военных действий. Польша организовала у своей границы приемные пункты. А Венгрия планирует создать коридор для беженцев. Зауреж Думан, Кызы, Хабар, 24.